Как избавиться от желания наслаждаться нахренами? Как хренамить в настроении совершения яги? Потому что для некоторых хренам это веселая тусовка на людях. И как хренама влияет на избавление от страха? Ну это вот первая часть, потому что на вторую вы уже ответили. Там был вопрос, как использовать эти месяцы изоляции без намасаркины, сан-санкертаны. Вы уже ответили на него. Ответ на второй вопрос, он кроется в первом. То есть вот этот вопрос, как избавиться от желания наслаждаться нахренами, он лежит в играх Господа Чайтани, когда Господь Чайтаня пел в обществе преданных в доме Шревастакура. Вы понимаете, там легко наслаждаться, потому что весь мир там наслаждается. Но в обществе преданных наслаждаться совсем непросто, потому что они тут же укажут нам, ты наслаждаешься. В обществе преданных очень сложно наслаждаться. Поэтому, воспевая святое имя в обществе преданных, развивая вкус к воспеванию святых имен в обществе вайшнавов, то, о чем говорит в этом стихе, который мы говорили Он касается именно этого, заметьте, он не говорит о харинаме на улице. Он говорит, никакой другой метод не обладает таким очищающим воздействием, как воспевание святых имен в обществе преданных. Он не говорит, что харинама на улице самое высшее, что может быть, что то, что очищает сердце больше всего. Нет. Как видите, иногда это может даже быть источником наслаждения. Мы выходим и там танцуем, устраиваем карнавал, люди смотрят, о-о-о, как здорово, прекрасно, прекрасно. Иногда я вижу харинаму, да, это хорошо, когда мы танцуем красиво, все нормально. Я видел харинаму, там, ну, карнавал, ну, по-настоящему карнавал. Так красиво все, так замечательно. Но когда я послушал, что они поют, я понял, что 70% из преданных не поют. святое имя, а просто танцуют. Матоджи, которые идут впереди, они все внимание на движениях, а не на святом имени. Они не поют, они просто танцуют. И я считаю, что это уже, ну, перебор в другую сторону. Это куда мы уклоняемся? Мы что, ну, хореографией занимаемся? Нам не нужны танцы, у нас не движение танца, у нас движение святого имени, воспевание святого имени. На харинаме все должны воспевать. И делать это громко, для того, чтобы удовлетворить верховную личность Бога. Поэтому, для того, чтобы вынести на улицу, на проповедь, духовный вкус, настоящая внутренняя связь со святым именем, мы должны научиться вначале петь святое имя в обществе преданных. А если у нас нет отношений с преданными, если с преданными мы конфликтуем, и в храме мы не поем. Среди вайшнавок мы не поем, но ходим на харинамы. Это означает, что я не пою святое имя, я оскорбляю святое имя. Потому что невозможно петь святое имя без отношений с вайшнавами. То есть, если у меня есть вайшнава аппарат, или критика вайшнавов, это означает, что я воспеваю нам аппарат. И что, я благо людям приношу? Нет. Я воспеваю для людей нам аппарат и оскверняю их сознание еще больше. Поэтому прежде всего саду санга. Поэтому читание Махапраму сказал, саду санга, нама киртан, бхагават шараман. Вначале саду санга. Без саду санги не бывает бхатчана кри, не бывает преданного служения. То есть, если у нас нет здоровых отношений с вайшнавами, у нас не может быть нама сангиртана. Мы не можем выйти на улицу и петь. Мы будем просто наслаждаться. Хрия Кришна.